Семь жителей Ненецкого округа получат окружную поддержку на создание собственного бизнеса. Их определили по итогам конкурса грантов. В этот раз члены конкурсной комиссии рассматривали стартапы в сфере сельского хозяйства, обрабатывающего производства, народных ремесел и медицины. Победители конкурса получат от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Общая сумма подъемных для начинающих предпринимателей составит 4,5 миллиона рублей. Актуальность, реальность исполнения и практический результат для населения – главные критерии отбора лучших стартапов. На первом в этом году конкурс грантов заявились 20 начинающих предпринимателей из Наринмара, Ниси, Андиго, Индиги и Лабужского. Общая сумма заявленных стартапов составила более 10 миллионов рублей. В окружном бюджете на поддержку предпринимателей заложено только 9. Поэтому приоритет отдавался только самым необходимым направлениям. «По статистике население низкоавтономного округа более чем в два раза в среднем с Российской Федерации страдает болезнью органов дыхания. В частности, это дети и подростки. Поэтому я считаю, что эта услуга была бы очень эффективна в нашем округе». Молодой медицинский специалист Юлия Акимова представила жюри проект «Соляной пещеры». Работа по открытию оздоровительного центра уже началась. Для закупки необходимого оборудования, мебели, строительства соляных пещер и вспомогательных помещений необходимы 500 тысяч рублей. Как практикующий врач, Юлия уверена в востребованности услуг оздоровительного центра. Посещение соляных комнат – процедура не разовая. Для лечения и профилактики необходимо пройти целый курс. Открытие первой в регионе соляной пещеры планируется уже в сентябре. Члены конкурсной комиссии посчитали проект перспективным и одобрили грант в 500 тысяч рублей. «У нас такого аппарата в округе нет, так как там присутствует мультичастотный матричный датчик для специального обследования сердца и сосудов. Кабинет собираемся открыть в печере на первом этаже». Алексей Матвеев – еще один участник конкурса грантов, представивший стартап в сфере медицины. Он выступал от имени супруги Ирины Матвеевой. Врач высшей категории ультразвуковой диагностики готовит открытие первого в регионе кабинета ультразвуковой диагностики. Импортное оборудование ценой в 3 миллиона 700 тысяч на 80% оплачено собственными средствами. На днях оно поступит из Петербурга в Наренмар. Заявитель высчитала и стоимость услуг, которые будут предоставляться населению. Так, УЗИ сердца в частной клинике будет стоить в районе 2 тысяч рублей. Для полноценного функционирования кабинета планируется взять на работу двух медсестер. На поддержание этого проекта автор получит полмиллиона рублей. Третий автор проекта в сфере медицинского обслуживания, которое пользуется спросом у населения, получит 1 миллион рублей. Нарколог Анатолий Горелик планирует открыть заполярный медицинский центр в Наренмаре. В сфере сельского хозяйства поддержаны два стартапа – молочная ферма в деревне Андик и сельскохозяйственный рынок в Наренмаре. Также по 500 тысяч рублей получат организаторы клининговой компании и охранного предприятия. Всего подъемные средства получат 7 человек. Стоит отметить, что из 20 заявок на конкурс комиссия рассмотрела только 13. Авторы других проектов предоставили неполный пакет документов. «Отсутствуют документы об образовании. Не соответствуют цифры, например, среднемесячная заработная плата ниже прожиточного минимума. То есть вот такие вот вещи, они, к сожалению, некоторые проекты нам пришлось не допустить даже к рассмотрению конкурсной комиссии». Начинающим предпринимателям стоит собрать полный пакет документов. Комитет инвестиций и развития предпринимательства летом проведет второй конкурс грантов. На развитие и поддержку актуальных проектов будет выделено еще 4,5 миллиона рублей. Валентина Чибичик, Антон Водряков, телеканал «Север». Продолжение следует...